индекс бар самое трезвое шоу про деньги два трейдера один аналитик и самый главный вопрос что сейчас происходит на рынке и как на этом заработать каждый выпуск мы инвестируем в новые компании вместе с вами индекс бар это шоу про деньги подписывайтесь и инвестируйте вместе с нами ежедневно в атмосферу земли на огромной скорости врезается около пяти тонн космического вещества большая часть этих объектов имеет совсем небольшие размеры изгорает в атмосфере без остатка места падения оставшихся чаще всего приходится на безлюдные и малонаселенные области поэтому шанс пострадать от падения небесного тела мизерно мало однако если в нашу планету врежется объект размером побольше то последствия могут быть гораздо серьезнее такое уже случалось в истории земли и может произойти вновь в настоящее время потенциально опасными считаются более тысячи небесных тел так что же произойдет если в землю врежется действительно большой астероид космо 1 космический крупные объекты то и дело приближаются к нашей планете например 14 ноября 2020 года астероид 2020 vt4 диаметром около 10 метров пролетел на расстоянии в 383 километра над поверхностью земли то есть ниже международной космической станции и большинства спутников ученые постоянно наблюдают за известными угрозами но ситуацию осложняет то что большинство астероидов довольно темные и небольшие по космическим меркам тела однако взрыв вызванный падением небесного тела диаметром всего 10 метров сравним по силе с ядерным взрывом в хиросиме пусть после него не останется радиоактивного загрязнения но взрыв такой мощи способен стереть с лица земли небольшой городок астероид в полсотни метров диаметром то есть размером с современный многоэтажный дом при падении создаст взрыв мощностью в несколько десятков килотонн и способен практически полностью уничтожить крупный город при падении же в океан такой астероид может создать цунами высотой до 10 метров неся разрушения на многие сотни и тысячи километров от места своего падения падение же астероида диаметром примерно километр принесет массивные разрушения на целый материк мощь взрыва может достигнуть тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте а его последствия будут ощущаться по всей земле долгие годы вполне вероятно что ни человеческая цивилизация не даже сама жизнь не переживет подобный катаклизм кроме разве что самых простых и живучих организмов в истории земли уже бывали подобные массовые вымирания самым известным из которых стала мелпалеогеновая которое произошло около 66 миллионов лет назад считается что в его результате с лица земли исчезли динозавры а также множество других видов самое же массовое вымирание произошло примерно двести пятьдесят один миллион лет тому назад обозначая границу между пермским и триасовым периодами по оценкам сделанным на основании палеонтологических раскопок в тот раз вымерло около 90 процентов водных существ и 70 процентов наземных и одной из причин этих катастроф предполагается падение крупного астероида в настоящее время количество потенциально опасных объектов оценивается приблизительно в полторы две тысячи но по данным телескопа вайс это число может достигать от четырех до шести тысяч такие небольшие и темные небесные тела крайне тяжело заметить например астероид 2008 тиси сгоревший в атмосфере над суданом в 2008 году имел размеры от 2 до 5 метров и был замечен всего за 20 часов до того как врезался в землю к счастью никто не пострадал существует даже специальный индекс известный как полермская шкала это обобщенный показатель опасности небесных тел учитывающий их кинетическую энергию и вероятность столкновения с землей чем выше его значение тем больше угроза для нашей планеты если показатель полермской шкалы находится ниже отметки в минус 2 пункта то небесное тело практически безопасно астероиды чей показатель находится в промежутке от минус 2 до нуля не несут прямой угрозы но требует постоянного наблюдения и наконец объекты с положительным показателем являются критически опасными для земли в настоящее время нет ни одного небесного тела с положительным показателем полермской шкалы и только два астероида находятся в желтой зоне опасности то есть имеют показатель от минус 2 до нуля все они относятся группе так называемых аполлонов небесных тел чей перигелий ближе к солнцу чем земной афелий а большая полуось орбиты больше земной таким образом эти объекты пересекают орбиту нашей планеты с внешней стороны вторым является астероид бенну он же 1999 rq 36 с индексом опасности минус 1 целое шестьдесят девять сотых в 2135 году он окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от земли чуть ближе чем луна средний диаметр бенну составляет около 500 метров а масса от 60 до 78 миллионов тонн падение такого астероида на землю было бы эквивалентно взрыву бомбы мощностью порядка тысячи мегатонн и вероятно привело бы к катастрофическим разрушениям по всей земле в 2016 году наса запустила к бенну космический зонд осирис rex с целью получения образцов минералов составляющих этот астероид вернуться на землю аппарат должен к 2023 году и наконец первое место в списке занимает 1950 диэй с показателем минус 1 целое сорок две сотые в настоящее время это самый опасный кандидат на столкновение с землей его диаметр составляет около 1 целой трех десятых километра а масса от двух до четырех миллиардов тонн астероид имеет вытянутую эллиптическую орбиту пересекающую не только орбиту нашей планеты но и орбиту марса 1950 диэй приблизится к земле на минимальное расстояние в 2035 году но опасное сближение будет только 16 марта 2880 года что же произойдет если этот астероид все же рухнет на землю предположим что никакие меры противодействия не смогли противостоять столкновению и катастрофа неизбежно огромная каменная глыба диаметром почти в полтора километра и масса от двух до четырех миллиардов тонн несется к земле со скоростью приблизительно 14 километров в секунду именно такую скорость по расчетам наса будет иметь 1950 диэй если все же столкнется землей в первую очередь в процессе торможения часть вещества астероида сгорит и рассеется в атмосфере основная глыба с высокой вероятностью распадется на несколько крупных осколков и множество мелких в зависимости от размеров каждый из них при столкновении земной корой создаст взрыв мощностью не меньше 20 килотонн в среднем как у современного ядерного заряда суммарная мощность взрывов скорее всего превысит полторы тысячи мегатон а площадь бомбардировки может превысить площадь европы все конструкции в радиусе порядка 300 500 километров будут разрушены до основания и даже укрепленные подземные бункеры не смогут гарантировать полную защиту энергии ударной волны хватит на то чтобы обогнуть землю несколько раз постепенно затухая и нанося новые разрушения если же удар придется в океан то столкновение может вызвать гигантский цунами высотой 40 метров и выше цунами распространяются на расстояние в несколько тысяч километров практически не теряя своей разрушительной силы прибрежные районы прилегающих к месту удара континентов будут затоплены а города и поселения уничтожены множественные удары падающих каменных осколков а поверхность земли поднимут в атмосферу многие тонны пыли ветры быстро разнесут эти плотные облака закрывая солнечный свет что вызовет резкое похолодание такое явление называют ядерной зимой скорее всего удар такой силы не только повлияет на земную кору но и достигнет мантии ударная волна может спровоцировать множественные извержения вулканов по всей земле которые в свою очередь вызовут вторую волну цунами и землетрясений тонны пепла выброшенные в атмосферу усугубят эффект похолодания часто можно встретить точку зрения что столкновение земли с астероидом может изменить ее орбиту или период вращения это могло бы привести к катастрофическим изменениям климата вплоть до полной непригодности нашей планеты для жизни но расчеты показывают что импульса даже самого большого астероида солнечной системы недостаточно для таких последствий объект способный изменить орбиту земли на заметную величину должен иметь размеры схожие хотя бы с луной или плутоном однако в этом случае последствия столкновения с ним будут намного серьезнее чем изменение орбиты или период вращения тем не менее вероятность столкновения 1950 да и землей составляет всего лишь 0,0012 процента однако она может увеличиться из-за изменения орбиты этого объекта в результате столкновения с другими небесными телами долгое время считалось что человечество пока не достигло достаточного уровня развития чтобы обезопасить себя от падения астероида мы могли только наблюдать за потенциально опасными объектами изменение орбиты или уничтожение астероида было уделом фантастических фильмов и книг однако наука не стоит на месте еще в 2004 году когда угроза со стороны апофиса считалась значительной предлагалось покрыть его поверхность светоотражающей пленкой чтобы давление солнечного света изменило орбиту астероида также высказывались идея ядерной бомбардировки и реактивных тягачах меняющих орбиты небесных тел в 2018 году нас а совместно с компанией spacex утвердили программу дарт целью которой должна стать попытка изменить траекторию астероида путем его столкновения с искусственным космическим аппаратом целью был выбран двойной астероид дидим состоящий из двух компонентов диаметром 800 и 150 метров соответственно запуск аппарата запланирован на 2021 год несмотря на пристальное наблюдение за телами солнечной системы всегда есть шанс что откуда-то с ее окраин прилетит неизвестное ранее небесное тело чья орбита может быть опасна для земли период обращения некоторых кометы астероидов вокруг солнца составляет сотни и даже тысячи лет а их малые размеры темная поверхность затрудняют обнаружение потенциально опасных гостей однако вероятность подобного катастрофического столкновения невероятно мала и на земле есть множество гораздо более опасных угроз мала и на земле